здравствуйте меня зовут ольга и мы с вами на уроке география отправляемся мы в прямом смысле этого слова на край земли на край света туда где проходит линия перемены дат в австралию и в океане и вот два таких изображений символизирующих австралию и океанию это кенгуру конечно же потому что австралийцы сами себя называют кенгуру точно так же как новозеландцы говорят себе что они киви и вот такой персонаж мультфильма муана сама муана и бог мауи австралия или австралийский союз который включает собственно австралию новую зеландию и океане играют не очень заметную казалось бы роль современном мире но посмотрите как поменялись позиции где-то сто лет назад это синий столбики это что сейчас это оранжевые столбики посмотрите как увеличилась доля населения а самое главное как вырос объем волового внутреннего продукта австралия сегодня эта страна с высочайшим уровнем развития несмотря на свой сельский казалось бы имидж особенности австралии и океане заключается в том что очень долго эти территории находились в изоляции географической конечно же они имеют колониальную историю все страны и австралия сама которая входит состав британского сооружа что как и новая зеландия и страны океане были колониями а многие продолжают колониями оставаться это территории с очень сложными природными условиями и ресурсами безусловно чего стоят изнуряющая жара и постоянные лесные пожары в австралии или землетрясения в океане а также цунами и тайфуны это огромное разнообразие природных условий этническое разнообразие потому что даже невозможно найти какую-то общую систему на основе которой можно было бы как-то рассказывать об этом регионе как о чем-то едином и это конечно экспортная ориентация экономики безусловно не очень высокий уровень экономического развития жителей этих стран исключение составляют только австралия и новая зеландия вот такие символы и образы я думаю что узнаваемо знакомы флаг австралии с созвездия южный крест большое количество животных которые характерны только для австралии знаменитые мосты сидинский театр утконосы и многое-многое другое но и знаменитая шляпа крокодила данди конечно же территория огромная не разнородно неоднородная австралия это материк прилегающие к ней острова новая зеландия связана с ней очень условно по сути это совершенно отдельная территория конечно же папуа новая гвинея часть острова новая гвинея и дальше огромное количество островов большому счету к ним относятся гавайские острова которые являются штатом сша аборигены австралии океане относятся к австронизийской группе и о них даже говорят что это отдельная австралоидная раса посмотрите они не похожи на негроидную расу и не похожи на монголоидную считается что пришли они из юго-восточной азии и это очень разные люди очень красивые посмотреть какие замечательные жители соломоновых островов темным цветом кожи какие прекрасные жители гавайских островов фиджи и сама минделевидный разрез глаз очень красивые люди не случайно их любили изображать художники на своих картинах или вот такие воинственные маори жители новой зеландии коренные жители новой зеландии покрытой татуировками и маорийские женщины им ни в чем не уступают по крайней мере ушел в мужестве и силе это точно или например вот такие жители новой гвинеи папуасы которые тоже очень сильно выделяются из общего коллектива океанийских народов или прекрасная фиджийка с цветком непременным цветком гибиску за или даже с целым венком из гибискуса расселение происходило считается по крайней мере так из юго-восточной азии через малакский полуостров через острова индонезии остров калимандан и через новую гвинею ну возможно существовал вот такой путь и шел он в течение происходил в течение нескольких тысячелетий все это было не быстро поскольку острова очень изолированы друг от друга отделены очень сильно но возможно было другой путь для европейцев австралия и океане в общем-то появились на карте с открытия острова гуа джеймсом куком и еще с более ранних плаваний вильяма янзона и абеля тасмана голландцев почему голландцев потому что батавиа город откуда они отправлялись нынешняя джакарта на территории нынешней индонезии это были голландские нидерландские колонии ну вот они здесь и пытались осуществлять исследования кто первым открыл австралию сказать сегодня очень сложно однозначно известно что для нас с вами для потомков открыл ее все-таки джеймс кук хотя были открытия были высадки на побережье и до этого но на долгое время более чем на сто лет австралия была признана неинтересной ничего там особого найдено не было и исследователи перестали ей интересоваться ну а вот затем 1770 году капитан джеймс кук как бы мы сегодня о нем сказали self-made man человек который сам себя сделал вышел из низов общество заставил себя обучиться очень трудному ремеслу морехода ходил юнга и затем получил уже возможность быть капитаном сдавал экзамены много путешествовал выдержал эти экзамены вот он стал таким известным человеком он уже отправился на открытие неизвестной южной землеттера australis incognita и землю это открыл на судне endeavor вот он считается первооткрывателем астралии хотя на австралийский берег нога европейца вступала и раньше это домик джеймса кука который австралийцы заботливо перевезли из великобритании по кирпичку его собрали в создали ровно тот интерьер который существовал в доме родителей капитана джеймса кука сейчас он стоит этот домик в австралии там музей и колониальное прошлое австралии как раз начиналось с того что долго не могли понять как же австралию использовать подо что ее можно приспособить и использовали ее вполне определенным образом сделали из нее тюрьму каторгу и юнион джек британский флаг города риэл как раз вот над каторжанами которых привозили из британии сбежать было некуда потому что далеко и потому что опасно но в общем то они и не бежали сегодня современные австралийцы считают что вести свой род какого-то каторжанин это очень почетно и даже у многих дома на стене висят портрет вот таких каторжников от которых они ведут свой род затем территорию пытались использовать под овечье пастбище завезли заодно еще и кроликов которые размножились в австралии невероятно и сегодня спасение никакого нет от этой кроличьей волны но овцы занимали территории которые были заняты уже кенгуру и аборигенами поэтому был неизбежен конфликт и дальше началась золотая лихорадка такая же как и в калифорнии австралийцы кинулись столбить участки поток переселенцев из европы был совершенно невероятным все пытались искать счастья и некоторым она улыбалась население австралии конечно же размещено очень неравномерно во-первых больше всего заселены на те восточные побережья где жизнь была более комфортной ну куда приставали корабли переселенцев в первую очередь где возникали первые поселения вся центральная часть австралии занята пустынями там жили аборигены ну или туда они были потом вытеснены западная австралия также имеет небольшую цепочку населенных пунктов и даже городов но их тоже немного среди них самый крупный город это перд средняя плотность населения австралии гораздо меньше среднемировой два с половиной человека на квадратный километр среднемировая если помните 45 хозяйство австралии океане исключительно разнообразно и однообразно одновременно на островах океане выращивают масличную пальму плоды которые вы сейчас видите именно она дает то самое пальмовое масло которое потом может оказаться в масле и йогурте выращивают самых необычных домашних питомцев которые потом отправляются в пищу ну и конечно же кокосовая пальма кокосовая копра то есть сердцевинка кокосового ореха которая потом оказывается не только в батончиках баунти но и много где еще кстати история баунти тоже история связанная с океане выращивают бананы выращивают плоды хлебного дерева которые спасали многих потерпевших кораблекрушения и многое-многое другое батат ямс маниок выращивают птицу курицу чаще всего и свиней ну а еще коз ну и традиционно занимаются рыбные ловли причем очень часто рыба является еще и экспортным продуктом запекают свою еду островитяне в банановых листьях чаще всего таких вот земляных печах но по крайней мере так поступают пасы новой гвинеи и аборигены австралии отличаются тем что они в общем-то иногда еду вообще никак не готовят пытаются просто всем что попадется им по пути а также не носят одежды ну вот скажем для фотосессии они надевают некое подобие одежды традиционно аборигены одежды не знали когда первые переселенцы пытались их приобщить к европейской цивилизации подарить одежду аборигены в этой одежде простужались потому что после первой уже после нечастого но дождя одежда промокала что ее надо сушить они не догадывались страны австралии и океане можно разделить на две группы по объем волового внутреннего продукта первая группа это австралия новая зеландия 97 процентов вторая группа это все остальные страны как видим уровень развития у них очень и очень невысокий одно из самых главных сокровищ австралии которые европейцы открыли гораздо позже овечьих пастбищ свободных территорий золото даже железные руды это опалы опалы это кремнезюм особого рода минерал на основе кремнезюма и он очень необычен кажется что внутри горит огонь вот так они выглядят волшебные австралийские опалы одно из самых известных мест где их добывают а добывают их в центральной австралии это куберпедии куберпедии находится немножечко к северу от большого австралийского залива или же к югу от вершину улуру который является священным местом всех аборигенов вы можете рассмотреть куберпедии на этой карте в южной части австралии вот он и выглядит куберпедии примерно вот так это пустыня австралийская покрытая кустарником редким спинефексом и это подземные дома которые вырублены прямо вот такой мягкой горной породе частично известкового происхождения то есть прямо в этих пещерах проведено электричество живут люди и стены пещеры вот она такая каменная необработанная там сделанные библиотеки концертные залы даже кинотеатры бары просто обычные квартиры ну и все это ради чего драть добычи опалов вот где опала добывают всех же шахтах потом в общем то и живут это такое необычное место конечно очень туристическое место сегодня опала очень разные больше всего ценится черный опал который вы сейчас видите это считается самый дорогой камень надо сказать что опаловая лихорадка немножко пошла на убыль сегодня они конечно популярны но уже не вызывают в мире такого же ажиотажа еще одна история не менее интересная но гораздо более трагичная эта история связанная с атоллом бикини который относится группе маршаловых островов к микронезии с 1946 года по 58 год там проходили испытания ядерного оружия подводные и наземные подземные и воздушные и все было бы ничего но на островах жили люди на атолле бикини было несколько сотен жителей и надо отдать должное американцы до начала испытания совершенно случайно выяснили что там живут люди и поняли что как-то надо в общем-то людей эвакуировать потому что иначе будет негуманно в приказном порядке всем велели собраться погрузили специальные десантные катера и отвезли на ближайший остров куда как казалось в общем-то радиация не дотянется местные очень возражали их переселяли со скандалом использовали силы местных вождей впрочем все это как-то не имело никакого толку и тогда просто переселили по сути насильно переселяться они хотели потому что они на новых островах не знали какую рыбу ловить вообще как выжить да то есть хозяйство у них там не было налажено и они вообще не понимали как жить на новом месте но переселение состоялось взрыв был проведен и не один даже могли за ним наблюдать желающие тогда еще не очень понимали как опасно такого рода эксперименты были привезены специальные животные подопытные которые на этом атолле не пережили конечно же вот такого рода испытания и затем остался вот такой гигантский кратер в северо-западной части атолла бикини вот его даже можно видеть на снимки самолет на снимки из космоса после того как взрывы состоялись через какое-то время спустя несколько лет жители переселили обратно но оказалось что радиация еще не исчезла и поэтому многие люди получили очень серьезное заражение радиоактивное и радиационное поражение органов и ткани и последствия были печальны еще одно имя необычное имя мы с вами всегда знакомимся с новыми именами это альберт на маджиро это художник который жил и работал в австралии ну как мы видим в общем то не очень долго он жил и работал он абориген и это необычно потому что аборигена австралии до 1967 года не имели никаких прав они вообще ни на что не имели права они не имели права даже появляться там где появляются белые делать то что делают белые получать образование то есть они считались чем-то вроде животных и жили в специальных резервациях наподобие резервации индейских альберту на маджире удалось выучиться он был проводником и он путешествовал вместе с белым художником он смотрел как художник рисует попросил у него краски карандаша оказалось что не получается гораздо лучше он превзошел своего учителя всего за несколько занятий а затем стал писать картины что он изображал родной австралии вот такие потрясающие пейзажи оазисы у скал эвкалипты австралийские фантастические белые растения деревья призраки как называют голубые скалы и дальние дали сегодня картины альберта на маджиро продаются за баснословные деньги и любая картинная галерея мира просто невероятно счастлива получить их но увы австралия богата талантами и к австралийским и океанийским талантам относятся очень многие известные люди например киану ривз у него в предках выходцы с гавайских островов он гавайец или хит леджер австралийский актер и музыкант рассел кроу австралиец австралийка кейт бланшетт актриса с всемирно известным именем мел гибсон актер и режиссер мы с ним встречались когда говорили о южной америке именно он снял фильм апокалипта марго робби которая стала невероятно популярна именно в время благодаря различным боевикам пол хоган который сыграл крокодила данди он тоже родом из австралии и не понаслышке знает об австралийских крокодилах хотя конечно руками он их не убивал знаменитая писательница колин макалу автор чудесного романа поющие в терновнике об австралии и австралийцах робин дэвидсон ничем не приметная казалось бы девушка которая жила в сердце австралии в маленьком городке алис спрингс и вдруг она решила отправиться в путешествие на верблюдах дело в том что в австралии очень много верблюда в том числе диких самое большое поголовье верблюдов в мире их туда неосторожно завезли из саудовской аравии но вот как-то они там и прижились и вот на верблюдах она отправилась не имея никакого опыта брала уроки у погонщиков через всю австралию и смогла это сделать написала книгу путешествие никогда не кончаются и они был снят фильм джулия гиллард 27 премьер-министр австралии она британка но она сказала ту фразу которую сказала что английской королеве пора бы уже отделить британию от австралии потому что австралия это совсем другая страна актер крис хамсфорд который прославился своим участием в разных экологических акциях и вот здесь он участвует в восстановлении поголовья тасманийских дьяволов выпускает маленьких тасманийских дьяволов в дикую среду потому что они в общем то практически исчезли исчезающий вид ну и конечно же николь кидман и хью джекман оба из австралии родом австралийские актеры они снимались в фильме австралия долго не знали как фильм назвать а потом просто так назвали австралии фильм повествует периоде второй мировой войны в которой австралия тоже участвовали даже порт брисбен бомбили японские силы авиационные бомбили самолетов а вот фильме еще и судьба аборигенов австралии потому что в то время быть аборигеном было страшно а быть потомком от смешанного брака белого человека и женщины аборигенки было еще страшнее такие дети считались позором нации и их отправляли в прямом смысле этого слова в приюты тюрьмы ну и вот все герои этого фильма уже после съемок и аборигены которые сыграли главные роли и хью джекман и николь кидман австралийская тема очень популярный и иногда всплывает совершенно неожиданно в 2010 году на чемпионате европы наши фигуристы выбрали в качестве темы для своих костюмов костюмы австралийских аборигенов и посмотрите пожалуйста как похоже получилось они передали именно вот эту динамику именно этнику аборигенов аборигены очень обиделись и сказали что это глумление над их традициями и ценностями фигуристам пришлось из меня извиняться и больше они в этих костюмах не выступали австралия полна вот такими неожиданными чудесами и историями это конечно большой барьерный риф самый большой риф в мире коралловый риф который протягивается несколько тысяч километров вдоль берегов австралии на востоке это уникальная территория где живут и рыба и кораллы и морские черепахи и гребнистые крокодилы туда доплывают и в общем-то территория очень опасно потому что одно из самых опасных животных это куба медуза от которой нет спасения это гора улуру в центре австралии красная гора или аэр срок ее называют улуру это название которое дали местные жители они считают ее священной склоны этой горы покрыты наскальными рисунками и даже если туда приезжают туристы то они должны четко соблюдать правила и не приезжать те дни когда у местных жителей там происходят какие-то свои священные действия связанные с этим особым сакральным местом мы вот такие вот изображения там есть или например австралийские альпы если вы считаете что в австралии все только очень жарко вы ошибаетесь там можно кататься на горных лыжах и даже играть в снежки самая большая самая высокая часть водораздельного хребта австралии высотой 2228 метров вот примерно так и выглядит ну или огромная песчаная пустыня виктория на самом деле тоже не совсем пустыня но однообразный пейзаж красного цвета а вот и острова баунти это вовсе не то изображение которое показывают в рекламе известной шоколадки остров баунти это острова питкер который находится ну наверное дальше всего от какой-либо цивилизации от какой-либо обжитой территории а почему такое название потому что баунти было названием судно на котором матросы подняли мятеж ну капитан недолго думая всех бунтовщиков высадил на этом необитаемом острове то есть они повторили судьбу рубинзона круза фактически они не расстроились они себе нашли подружек среди местных женщин и в общем то отсюда появилось население баунти который сегодня составляет всего несколько десятков человек к сожалению они все очень близком родстве друг другом состоят но просто ниоткуда больше взяться другим людям это острова питкер и выглядят они вот так конечно же это прекрасные атоллы которые нас ассоциируются с белым коралловым песком с голубыми лагунами и вот таким кольцообразным строением потому что лагуны это как раз то озеро которое находится внутри часть соленая атоллов огромное множество и как раз многие острова океане именно атоллами и являются некоторые из них заселены некоторые нет на некоторых устроены великолепные отели австралии океане это очень разный регион и невозможно найти что-то единое что-то общее ну кроме пожалуй какого-то территориального сходства территориального регионального расположения здесь находятся только два развитых государства это австралия новая зеландия регион отличается исключительным своеобразием и до долгой географической изоляции и удаленности но к сожалению сегодня здесь есть экологические проблемы значительная часть островов подвергалась последствиям ядерных испытаний и испытаний ядерного оружия до современного развития государственном океане не всегда хватает ресурсов поэтому отрасль специализации здесь своеобразные они чаще связаны с добычей минеральных ресурсов с ловлей рыбы а также с транзитом ну и возможно с экспортом копры кокосовой или пальмового масла всего вам хорошего увидимся на следующем уроке до свидания